приветствую вас с вами до минус фурор и сегодня у нас такое необычное видео называется посмотрим как фурор поднимает свой ммр да ребят это 4 4 200 ммр да я конечно бомж у меня мало ммр вы наверно начнете тыкать меня пальцами что я бомж не умею играть да на самом деле так и есть с ммром тут схема сложная я поднимал до 4 700 в итоге слил до 4 200 был у меня один день когда 300 ммр за день слил тогда просто такая череда неудач ужасная так сейчас мы мышку нашу строим вот 1200 дпй айгут мидер надо упрашивать во-первых самое первое что я должен сделать это забрать нет по крайней мере постараться ни в коем случае дабил мид не идти в общем ладно расскажу так ладно мне все таки мид вроде бы отдали только надеюсь это не лесной некор потому что обычно это плохо заканчивается ладно короче там у нас что-то декор в джунгли идет я несу не особо буду за это париться в общем расскажу небольшую историю про то как общество обстоят дела на ммр я калибровал 3600 по моему это было где-то около года назад 3600 в итоге я поднял максимум поднимал 4700 на этом аккаунте то есть 3600 до 4700 я поднимал 1100 ммр в плюс уходил в итоге я слился в 3600 800 нет в 600 ммр я ушел в плюс сейчас я в плюс на 600 ммр ну почти на 700 на самом деле вроде бы и неплохо но я просто уверен что я стою намного лучше да конечно все классно эти сказочки все это круто но реально ммр такие качели здесь не так важен ваш скилл как важно вот это очень важный фон сейчас говорю по поводу ммр поскольку я очень много на нем катал в ммр важен не ваш скилл то как вы играете как вы можете соус стоять на каком-то герой а как вы договоритесь с командой от вашего такого морального настроя о том как вы не пойдете добыл мид о том как то есть там кто-то забил мид если я бы сейчас спорил долго с некоторым кто из нас нет я бы забил отбит взял бы тускара пошел бы ровить тут именно социальной составляющей в ммр очень сильно играет конечно скилл тоже очень важен но здесь главное не фидить спокойно относиться ко всему в игре стараться выиграть до конца верить вашу победу и тогда возможно получится что-то нормальное так слава богу мне отдали ласт пик это вообще идеальный вариант когда мне дают имит и ласт пик ох обычно шанс на победу повышается несколько раз при таком раскладе так течис зевс здесь идеальный герой темп ларка потому что она контрит здесь сами диана контрит минера но этим а что такое хускар тоже что такое у хускар на принципе контрит в своих из урона но ты благо здесь идеальный вариант она отлично заходит даже на ней какие-то прически очки красивенькие есть какая-то маска еще ох ты что за красавица ух ты смотрите как красавица она это не знаю чтобы выбрать по моему так и что еще есть еще есть такая вот я по по моему топовая это 120 нет это вообще не сотовая по моему это реально круто строки мы меньше ты фью хэвну в сап понятно там что-то некор у нас хотят в лес и сейчас они там все срутся ол гуд гойс гогейм приз гол гейм пгг да очень так мы появляемся я закупаюсь вот так вот танго пылызы ухожу я постараюсь фазботал пошел против зимса нужен фазботал понятно а против рубика у рубика у рубика рубик рубика есть нангус даме один тангус бартан ты же дашь мне один тангус рубик зачем храдлайнер не дал я не надеюсь что так во первых пинг так пинг вроде бы нормальный но я щас кое-что сделаю это так это надо будет вырезать так оп 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 все не спрашивайте что это было если это не вырежу а если это вы же то отлично одну минуту прошу очень не братан извини вряд ли здесь кто-то тебя будет ждать но я точно не буду так смотрим на шанс победы в такой команде у нас хускар у нас нету кого контрить хускар поэтому я не уверен если честно в победе потому что у нас довольно специфический некого у нас довольно много могу рону в принципе пур дэмэч лагун если балнар не дурак но единственный единственный нормальный кэри с потенциалом в кэри реально это я хотя я из кэри из меня довольно таки с ну относительный я бы сказал что я супер крутой братан в лейтгейме ой-ой-ой-ой зашел можно фк запинать да наверное то подло и низко но мартам не надо меня бить вы тяжбленька чем а пожалуйста некор я мидер я понимаю ты очень хочешь у ну спасибо хотя он наверно тоже кле барратан мне на бот его честно вот я тебе говорю так чилинг тач там ой-ой-ой так мне надо там ой-ой-ой так это клавиатура это провод от клавиатуры это провод от мышки так все надеюсь все нормально пришел из зевсиара что мы делаем против зевсиара я обычно качаю первый скилл ой обычно качаю третий скилл но против зевса не грех и качнуть щиток потому что ну он хоростит молнией и особо прохоростить на первом левеле его бледами не смогу не надо позабирать хребов хорошо об зато парочку хорошо мы стоим зато парочку сейчас конкретно потоп ларочке что нужно уметь зато парочку надо нужно уметь хорошо попадать третьим скиллом это целое искусство поэтому она довольно трудоемкая так сказать трудоемка но в общем этого этому нужно научиться просто так это вам не придет то есть нужно выбирать уметь ракурс что попадать вот по всяким зевсиаром которые не хотят вообще чтобы я по ним попадал об отвели как забрал сейчас еще об блин почти квартир а нет я сбил караварите просто не прошел эффект вот вам уже пришел bottle мы от пирси от ботла сейчас стики принесем пошел против зевса стики это просто маска в артефакт пока можно не особо париться по поводу блин я так не привык свои мышки не знаю почему мне кажется чувствительность повышена на ней не знаю если честно почему так происходит но так не должно быть и нельзя давать зевсу проще здесь такая схема ну не в медиа вообще вас хите когда вы бьете крипа не так чтобы заданить его так чтобы вражеский мидер не забрал его так сейчас мы вот и за ним здесь об тангус так братан давай иди к нам то есть мы его добиваем до такого хп чтобы просто не забрать его но не дать врагу его забрать в общем ладно не буду об этом много рассказывать это мной мой взрослый многолетний опыт сейчас надо пытаться сбить кларьки зевсу делается это бежит синержавого крипа и пытается как-то так вот а его захарасить до меня не выйдет пошел он пошел за руной этот бомж так я тут еще крипа пропустил да ну конечно фармить как бог чтобы гпм зашкалил давно так сейчас пойдем на мины надеюсь где-то здесь 6 не не это здесь это будет очень обидно так надо просто их причеки чтобы они потом не мешались вот они как раз все отлично вот почему мы контрю хорошо миньона потому что у нас есть рефракшен которому на мины полностью плевать вот пока тут ами здесь зевс на бум его больно дамажить можно еще так даже смолдадать подачку и так еще побугать дедка оп ой 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 братан братан слушай я понимаю ты там злой крутой дед мародет но давай ты меня не будешь трогать я же няшечка ты не няшечка так у него конечно большое преимущество плане сейчас по хп ой 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 братан братан шо вы творите надо было рефракшен не вязать может быть их бы как-то забатил братан давай ты не не будешь трогать ему и рефракшен хотя бы молния от него поднастакивал бы об так вечно там кто-то заходит кстати надо отключить это дело оффлайн так смотрите как мы можем забатить веса правда это очень глупо потому что там крипов много и на следу молда и вообще я стики всегда на я флажу оп блин не вышло немного сом так на на братан на и 1 подача не надо сейчас молниями зафигачит он мог спокойно зафигачить с молниями если бы у него была мана и поскольку на топе там минер минирует а мне нужно пройти на низ за руной да отлично болнар забирает аппарата а при за и не друн регенерейшн плит с некро сэнки если бы он забрал у меня бы инфаркт случился серьезно вот видите надо нормально даже если бы он забрал не надо сразу писать репорт тебя да он отбит и нужно было нормально отреагировать здесь опять же говорю на ммр очень важно боже мой я кусок игры не записал очень долго стоит я не записал огромный кусок игры ладно начнем тогда с этого момента в общем я стоял против зевса ребят ужасно конечно извиняюсь за то что не записался кусок игры очень извиняюсь но в общем чё тут я неплохо прохарасил зевса он пошел что-то на базу сходил об так что-то больно больно мне больновато так пришел сапог в общем ребят не знаю я когда альтабнуться игра походу на паузу поставилась или на паузу не знаю я потом проверю все это дома ой дома при рендере но если у меня игра то есть начнется с середины не обижайтесь это просто я криворукий дурак не умею рендер смотрите мы получили шестой левел и сейчас пытаемся прохарасить зевса вот красили если мы сейчас еще раз по нему попадем вот тут у нас ставится от рыба взрывается и забирается зевс что у нас есть опуху него сапога нет все отлично забрали зевса так это все на запись слава богу пошло ребят опять же надеюсь я как-то момент да вначале там будет поменять просто когда альтаблеса выключить одну штуку который очень сильно ждет мой трафик я походу остановил запись поэтому поэтому короче вышло не круто в общем я не знаю что ты придумаем забрали мы зевса в миде и просто столько всего рассказал интересного социальную составляющую в ммр доте про всякие ништяки ой так пару не прошлись мин тут нет несем себе файзы и после фризов несемся даггер у меня такой билл пошли здесь очень много лхпшных героев сейчас за фарми всех этих чудиков о блин так братан об об тут рыбу поставили надеюсь она не видела может даже если видел то ничего страшного там нет если он сейчас нам надо поступить крипов оп баночка я сбил себе файзы чтобы я мог стопать правда я хреновенько подстопаю но все равно зевсу придется немного спуститься вниз если он захочет пустить вот смотрите смотрите там бегает бегает же он бегает брата опа попал бамс очень больно нашему зевсу и короче он просто рассыпается потому что я там пларка против у него стою миде это очень больно и очень неприятно а тут еще может сейчас минер получить очень сильно по кабине потому что у меня рефракшен а мне на его мины честно плевать и так забегают сзади бамс братан ну да он все таки за успел засуицидится но мне вообще плевать потому что рефракшен ребят тащит сбегать на низ можно было но мы не будем потому что потому что это очень много потери времени нам лучше подфармить немножко даггер наш и поставить вот здесь у тропу стики у нас есть если что аппарата мы наверное не забьем потому что у него д д хотя он четвертый левел если подойдет под нашу тропу он у него не наступит наверно и там наверно сзади еще зевс есть а братан да я про это и говорил что нужно немножко отойти чтобы спал блин он не спадет он не спадет а я я очень сильно файлану так надо об на смелда ударили надеюсь мин нету на топе хотя ладно покорную брать не буду побегу здесь привет братан не трогай меня я няшечка фурорчик няшечка фурорчик пытается тащить каточку в ммр так а тем временем мы бежим на низ потому что нам нужна руна опять же извиняюсь м что такое ты честно с миссинг я понимаю что здесь везде могут быть мины но я постараюсь аккуратно все отлично подрегенимся немножечко все я бегу на твой бот братан ой-ой-ой блин я не успел по земцу наверно попасть замедлил об ой-ой-ой братишка прости братан я постараюсь забрать звезда и все постараюсь сделать я я постарался сейчас заберу аппарата и заберу звезда и всех заберу оп оп так на братан да я купили бежим бежим надо надо ждать рефракшн надо ждать рефракшн и просто блинка нить маха мы его запинаем нет он не глин кануса к нам фух очень хорошо получилось что мы почти на лох п тут показали водоту тимах мог моблокирус или немного никому наверно него был кд но если мы гликануса мы бы его запинали у нас рефракшн он увидел что мы включили хотя не знаю он увидел что ботон начали жестко хилиться сейчас она дофаллить а дагюр уже летит кстати после дагюра я фармлю дезолятор чтобы так в кабину прилетало много-много урона. Не знаю, у меня конечно скилл билд, ой, скилл билд говорю, айтем билд своеобразный, наверное, не всем он подойдет. Вот этого очимыря контрить нужно конкретно и в начале игры. Я пингую или нет, чтобы она уже выходила и шла его пинать, потому что это проблема. Это проблема. Этот братан это большая проблема, которую нужно ликвидировать в начале игры. Потому что если мы его не ликвидируем, то это закончится плохо. Ай, братан, что ты творишь? Привет, минер. Амина же! Братан, ну Рубик, я понимаю, что ты жадный и так и далее. Но, блин, нельзя же так халатно относиться к своей жизни. Как? Ну, серьезно, он просто подошел и взорвался. Рубик очень неграмотно сыграл. Здесь, кстати, есть вард и он палит все мины, поэтому нам бояться нечего. Что у нас тут? У нас тут баунти, мы сейчас подхилимся, если зевсяра... Нет, здесь зевсяра не придет к нам в гости. Оп, забрали тут крипа. О, Балнар, ночь! Просто отлично. Никто не сможет вам помочь. Оп, так, фармит тут хорошо крипчиков. Побежим на низ. Постараемся забрать там тоже все, что можно. У меня у раут и часа нету... Нету ничего. У него нету суицида, я хотел сказать. Поэтому мы сможем его легко забрать. Привет, Мью-Йорка! Опс, у меня там смс-очка пришла, но еще страшно. Так, забили там кого-то братана. Надеемся, тут мины нету. Где хоть кто-то из ихней команды, который должен лазить где-то здесь вот? Я сразу прожимаю рефракшн, потому что я понимаю, что пропушьте линию, мне нужен хоть один герой из ихней команды. Где они? Ладно, бегу к миду. Аппарат на топе, ульта летит на низ. Ульта аппарата, ульта аппарата! Боже! Ну, ребят, ну я ж на мини-карты, ну, смотреть. Ну, как же вы так? Ах. Причем, вот обязательно, когда против вас аппарат играет? То есть, когда вы видите против себя определенного противника, у которого есть какие-то такие вот особенности, хотел сказать сигнатурные, хотя это чуть не то. У которого есть какие-то особенности, например, у аппарата по мини-карте летает ульт. То есть, за ним нужен особый уход. Миньер то же самое, нужно очень часто смотреть на мини-карту, где он там сидит, минирует. Антимаг, ну, антимаг там ничего такого особенного, хускар тоже. Ну, и зевсяра тоже, значит, что на лоу хп бегать, фармить нельзя, потому что придет зевсяра. Эм, ребят, так нельзя делать. Раюзать куру мою, когда ко мне идет, к вашему спасителю. Фух. А в принципе, ребят, я уже, кстати, очень много ММР поднял, так вот, без поражения, вот когда начал, именно вот, это, сконцентрировался, перестал психовать, нервничать, орать на своих тиммейтов. Но все равно бывают именно вот такие вот, ай. Бывают именно такие игры. Так. Мин там нету, слава богу. Иллюзии желательно посылать на всякие точки с минами. Бежим, кстати, нам нужно позабирать этих бортанов, потому что это нехорошо, если они живые. Так, наша иллюзия должна бежать впереди, впереди мира всего. Тут где-то побегать, подчекать мины. Мин нету. Продчекать Хускара. Ой, Хускара. Лично их путаю. Просто была когда-то игра у меня на турнире, там в одной команде был Тускар и Хускар. И после этого я их стал путать. Печальная история на самом деле. Так, ладно. Нам надо купить ТП-скролл, чтобы если что ТП-шится, но у нас маловато... Не там купил. У нас маловато маны довольно для этого. Вот этих бортанов бы нужно ликвидировать, ребят. Мы, конечно, фармим и все хорошо, но у них лейд жестче в любом случае. Поэтому об этом нужно понимать. Это нужно понимать, это нужно знать. И вот самое... Самые сильные вот пики вот через лет. Почему? Потому что просто вначале недостаточно... Вот давайте ТП сюда. ТП... Да-да-да-да-да. Вот так вот надо дефать, дефать, дефаться. Нужно дефать это все дело. Бамс! Надо убивать, надо убивать этих бортанов. Понимаете, что их надо убивать? Так, кто-то там напал. Тускар убить, убить. Минус броню. Забить, забить ногами. Так, все, забивали. Идем дальше. Кто тут? Аппарат? Привет, аппарат. Привет. Оп. Все. Ультракил мы сделали? Отлично. Ой, ультракил. Ну, почти ультракил. Триплкил сделали? Ой, пришел антимаг. На. Ультракил. Был бы рэмпидж, если бы нам не застилили зевса. На самом-то деле. Вот что такое рэмпидж на 4200 ммр сделал. Я вообще в шоке, как я это только что сделал. Вилл фарм вудс, алгейм. Кстати, да. Некор фармит леса. Это не очень круто. Мне это не особо нравится. Так. Теперь, когда мы убили всех, они дезори... Ну, не то чтобы дезориентированы, но они пока соберутся, пока все это сделать, нам нужно забрать пару товаров. Или пару еще героев. Потому что у нас есть уже дезолятор. А с дезолятором ложатся герои очень-очень хорошо. Если мы видим зевса, мы просто в него прыгиваем. И он сделать ничего не может. Мы стоим подальше. Вот. Прилетел ульт. Меня нету. Вот. Бежим на зевса. Смотрите. Бежим. Прыгаем. Мелт. Подача. Все, он мертвый. Просто ничего сделать они не могут. Хороший контрпик. Вот что я забыл сказать. Что влияет еще в МР? Это хороший, причем очень хороший контрпик. Вот так вот делать, как я, не надо. Потому что у меня просто дайкер есть и рефракшн. Поэтому даже если по мне какой-то скилл пройдет, я могу облинковаться. Темпларка под рефракшном. Ей дайкер не сбивается, пока рефракшн, типа заряда есть. Мы нашли ДД. Ага, то есть у нас огромный физурон. Мы пойдем заебашем от Тускара, у которого огромный физ... Ой, маг резист. Вон Тускар. Нам даже станы на него не надо. Нам просто нужно влететь, дать мэл от него. Братан уже разлагается. Все. Проблем нету. Бамс. Бамс. Хорошо, ну, блин, ладно. Я, конечно, пытаюсь рассказать всю суть игры в одном видео. Это, конечно, нереально. Поэтому все время балаболю, 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 балаболю. Но надеюсь, игра вам понравится. 13-0, 4-2-7-ММР. Опять же, ну, все зависит от социального... Ой, не от социального уровня, а то, как вы подружитесь с командой. Какие у вас будут с ней отношения. Это... Если бы я сейчас поссорился с некром за мид, как-то... Или еще что-то случилось бы. Или мы начали бы на него нагонять, что он в лесах варьбит. Мы бы были задезморалены. Некр был бы задезморален. То есть все бы были задезморалены, и у нас была бы куча проблем. Я здесь куплю, наверное... А я быстренько куплю сейчас доедаус. А потом... Вот, смотрите, минер бежит. Мелт. Подача. Еще одна подача. Все. Он мертвый. Он пытался... Если бы даже он пытался у нас засуицидиться, ему бы надо было побежать, ему надо было об землю делать суицид, но не факт, что она у него была. У меня боттл. Если можно, я возьму. Братан, я... У меня помания. Давай лучше мне. О, а ганим скиптера. Это очень-очень... Фак! То чувство, когда минер забрал 700 голодов за меня... Ладно, в этом нет ничего страшного. Это все-таки минер... Что сейчас произошло? Я забыл про шейтеры фракшн. Это очень-очень плохо. Это до безумия плохо, потому что... Он меня забрал минер, там... Если бы я прошел в рефракшн, он бы вообще ничего не снес. А, минер в миддл. Да, time to walk out. Некор 11-й, в то время как вся его остальная команда... А хотя, в принципе, он неплохо... Мидас, лотар. Довольно странно. Довольно странно. Так, тут везде мины. Надо... Я забыл. Невидимость взял. Да, под невидимостью рефракшн забыл провязать. Не то, чтобы забыл, но не провязал, короче, его. Просто когда под невидимостью, ты такой бегаешь, тебе ничего не больно. Я забываю, что у них минеров, на таких моментах проигрываются игры в МР. Конечно, я не думаю, что из-за такой мелкой ошибки я проиграю. Ну, как мелкая. Это колоссальная ошибка. И вот то, что сейчас летят сюда всякие шары, эта ошибка совсем не мелкая, но... Ну, в любом случае, она неприятная. Пока здесь идут драки, нам надо уже влетать. Бежать на... Даггере под рефракшеном. Угу. Нужно, нужно. Нужно врываться. Нужно все скиллы и врыв. Так, отбегаем. Давай. Поднимай, поднимай. Лежут и... Ах, ты же Некр. Так, нормально. Успел я критуля по ним пробить. Некр забрал фраг. Неплохо. Я, на самом деле, очень рад этому, что Некр нафармить себе кучу ништяков и будет не юзласом. Да, Некра в игре. Ага, успел он все-таки суицидиться. Я думал, что с даггером он не успеет среагировать. Но минер там не дурак. Значит, в прошлый раз у него просто не было суицида. Так, забираем внешние товарки. Ага. Оп. Мы можем спокойно потанковать, потому что у нас рефракшеном не тяжело. А вот теперь тяжело. А вот теперь нам надо не наткнуться на мины минера. Постоим вот здесь, вот просто в этой точке желательно стоять. Сейчас крит и кристаллиц придет нам. О, все. Можно вот так вот даже. Все, и добиваем тавер спокойненько. Сейчас раз подача и последняя вот такая вот. Оп. Все. Критулечка у нас есть наша. О, гем. Гем купил Рубик. Это очень хороший вариант, кстати бы. А, надеюсь, там никто... Я понимаю, что у тебя боттл, братан, но у меня просто мало... Извини. Ну, извини. Ну, извини, я не знаю, что я сделал. Почему? Прости. Ты простишь меня, братан? Прости меня. Надо бы антимага дрючнуть. Если ты его поднимешь в юг и дашь в стан... Подними. Тут. Он где-то здесь был. Ладно. Почти угол дал, наверное. Оп. Варды ломаются. Это очень хорошо. Так, нам уже критулечка летит. У нас уже очень хороший урон с руки. Очень хороший. Мы можем всяких вот этих вот антимаговых ускаров забирать. То есть пик у нас взят просто прекрасно. Конечно, аппарат... Но аппарат, он... Он хорош против нас тем, что он просто дохвый. Так, я отбегаю, чтобы у нас эта льдына не добавахнула. Нормально. Все, отлично. Антимаг и Хускар делают на свою ставку защиты на антимагический урон. А у меня физический урон. То есть аппарат, он просто дохвый. Видите, все сказано, так сказать. Да, бакдор работает. Так, тут никого нету. На всякий случай тут поставили трепу. Опа. Смотрите, поставили трепу, нашли... Нашли Тускара, Хускара, блин, как его... Бомжа. Бомж. Лагуну магическую давать в конце. Это просто бред. Пытался на заселить. Кстати, она смогла. Не знаю, как она смогла. Все-таки, если очень много уродного магического зараза вольется, можно заселить. Но зачем так делать? В любом случае, у нас криты готовы. Главное, товара забирать. Товара, мяшечки. У аппарата нету еще ультимейта. Ой, нету аганима. Улучшение ультимейта. Что-то фигню несу. Так, встанем на горочку, постараемся как-то увидеть. Ммм, ночью хорошо все видно. Трепу поставили. На иконке мини-героев. Иконки, кстати, мини-героев, кто заметил, кто не заметил, они у меня немножко... Увеличены. Опа. Братан, опа. Оп. Просто скрита упал. Вот что такое догнать на нужном моменте. Все, теперь нам просто нужно пушить мид. Нам нужно... Пока у нас преимущество... Как преимущество на английском? Я не помню, как преимущество. О, короче, написал по-другому, что мы должны или закончить сейчас, или проиграть. Это нифига не смешно, потому что это правда. Если мы не закончим эту игру вовремя, мы просто ее к чертям проиграем. Моя команда должна это понимать. Я им вытащил мид-гейм, мид-гейм Тепларкой тащить это легко. Но вот лейт-гейм они могли, если бы схватились, очень легко выиграть. Вот как раз на таких моментах, когда берется против вас команда, которая сильнее давит в начале игры, вы можете тут и облажаться, и профейлиться, потому что... Ну, ничего сделать нельзя, по сути. Вас гнобят, вас гнобят, вы задезморалены. На больших ММРах, ну, типа 4... Ну, наверное, ладно, 5К, это мусор, я играл с 5К, это полный мусор. Ну, может, не попались просто такие чуваки, потому что видна калибровка или еще что-то. Бамс. Так, все, отбегаем назад. Сейчас мы купим БКБ себе. БКБшечку, да, бывает такое, что я покупаю довольно поздно для своего героя, но поскольку я видел, что я давлю, я взял себе артефакты на дамах. Но для этого нужна определенная сноровка и понимание, что... Сейчас можно купить БКБ, сейчас нельзя купить БКБ и т.д. и т.д. и т.д. Что-то у меня 21, наверное, топовый, да, топовый счет на карте. Возможно, многие напишут, что мне попались какие-то дауны. Ну, ребят, как сказать? Ну, минер против вражеской команды, это тоже, наверное, куча напишет. Что у них минер бомж, что антимаг нифига не выфармил. Я по-любому знаю, что будут такие комментарии. И типа, ну, ребят, тут такие у нас в реале, это 4.2. То есть это ММР, на котором я играю, да. То есть ВАЛ думает, что у меня... Они вообще думали, что у меня, когда я накалибровал, 3.600 было. Я поднялся до 4.700. В итоге, ну, просто из-за психов слил. Потому что всякие дауны попадаются. Я просто из-за каждой ошибки я столько бомбил, столько нервов тратил. Кстати, можно сейчас стики продать и пойти Рошана забить. Что просто... Ну, не мог ничего с тобой поделать и сливал игры. Чисто сливал, потому что психовал. Так, вот сейчас хороший момент. Полетел ультаппарата. Он не спорил, что мы на Рошане. А мы в это время как раз забираем Рошана. И в итоге получится не очень хорошо. Он вроде чекал Рошана, вроде все хорошо. А тут мы его убиваем. Так, надеюсь, никто не против, если я возьму. Так, никто не против. Аппарат такой, эээ, как это так? Как вы так быстро убили Рошана? У меня ульт КД 40 секунд. Или сколько там у аппарата КД ульта? Вот это вот, братан, мне не нравится. Надо поэтому заканчивать по нижней линии идти. Потому что нужно... Ой-ой-ой, что это там такое? У него... Да, 40 секунд КД. На саппортах не играю. Потому что я люблю просто побить морды. Но помню, что... Так, нужны крипы. Да мы не задамажим. Ну, давайте попробуем. Хотите попробовать? Это, по-моему, глупо. Потому что у нас антимах пушит, да. Ну, пусть он пушит, но у нас все равно пуш сила сильнее. Мы сейчас просто в сторону идем. Здесь такая, да, на самом деле... Это не самая лучшая игра на таком рейтинге. Далеко не самая лучшая. Ой-ой-ой. Кстати, у меня мало ХП довольно. Мне, чтобы меня некр подлечил. Некр, лечи меня. Хиляй меня по КД. Да. Правильно, братан. В следующий раз мы должны зайти. Потому что против миньора вот так вот прыгать, это не круто. Все. Ошибка. Подошел близко, умер. У него, конечно, там, наверное, полно всяких мин неприятных. А, тут мы прожимаем БКБ, всех убиваем к чертям. Все скиллы миньора идут... Ой-ой-ой, там антимах, там антимах! Меня взорвала мина. А почему мы все сдохли? Ульт же в него дай. Да ульт дай, некромант! Я понимаю, что, типа, ты желобистый ультан, но ты бы его задизэбил. Я бы ему снес с одной подачей почти все ХП, и мы бы его убили. Не желобистый. Так, я тут еще сбил рефракшн про фукал. Короче, здесь, ну, на самом деле, топовый вариант был бы отступить. Так. Ага, у них тут ворды. Опа! Ребята, мне тут нужна ваша помощь. Я тут соло не вытащу. Так. Ай, ай. Так, мне надо вот так вот обегать, обегать все это дело, и на Зевса. Так. Слава богу, я его убил, все. А теперь нам надо пушить, 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 пушить. И самое главное, зайти на хайграунд, чтобы Миньор не видел, что у меня рефракшн. То есть он должен увидеть, вот, меня крипы дамажат. А, ага, они меня ничего не дамажат. Да, дамажат крипы. Все, и когда он взорвет все бочки, которые у него там есть, возможно, он просорвет их очень неправильно. Ой-ой-ой, вот это неприятно. И, наверное, все крипы опять попадали. А, нет, Некархиль, Некархиль нас. Красава, брат. Кто там? Нормально, пойдет. Все, теперь надо забирать эту сторону и забирать, забирать игру и 25 АВМРщиков в свой комар. Кормар, говорю, комар. Карман, боже, говори, нормально, отбитый, да. На самом деле, насчет, кстати, болезни еще немножко поговорю. У меня вообще куча инфы. На самом деле, на моем канале за последнее время накопилось очень много народу. Я очень этому, я сказанно этому так рад, очень сильно. Рад, что людям нравятся мои видео. Очень много народу, на самом деле. Я, кстати, сам, я просто вот сижу, я не понимаю, что на моем канале было 4 тысячи подписчиков. За два дня их уже 6 тысяч. То есть, ну, расту вверх, и мне это нравится. Оп. А мне плевать. А мне плевать, мне плевать, братаны. Опс. Ладно. Тут более-менее подолбили, подолбили, подолбили. У нас полно денег. Тут пега-клипы уже делаются. Можно, в принципе, в трон идти, но нежелательно. Ой-ой-ой, я арфракшн неюзанул. На. Братан немного наглел, братан получил по лицу. Мне бы маны, а не мана. Маны никуда нет, она же не каркэри. Ой-ой-ой, он мог, может, только ночь и убить меня. Нет, он не может отолбить, потому что я убил его с одного удара. В конце, в принципе, можно сделать рапиру, но я не буду её делать. На самом деле, после такой задара я очень часто делаю темпларки. Такой очень странный для неё артефакт, наверное, многие подумают. Это обусал меч. Саград реликвей сделал, и потом башер, да. То есть, и так вот делается обусал меч. Наверное, все знают, как делается обусал меч. А кто не знает, я ему и скажу, что он делается именно так. Я, в принципе, уже пойду на базу. Тут мои тиммейты уже всё закончат. А потом я просто продам... Нет, дизолятор не буду продавать. Просто приду к ним и... Прибегу и помогу допушить, если они не справятся. Дегерваться. Так, на счёт подписчиков я рассказал. Опять же, ребят, всем спасибо. Знаю, что сейчас видео выходит очень редко, потому что я жёстко болею. Моё горло, оно уже более-менее адекватного голоса. Ой-ой-ой. Потому что, ну, просто... Просто-просто почему? 11-16, возможно, бы меня убил. Оно утром имеет очень плохой голос. Это я снимаю вот эту вот катку в 10 часов вечера. Поэтому оно, скорее всего, выйдет в понедельник, часов 8-9 утра. Чтобы вы уже так пришли после тяжёлого рабочего дня и посмотрели, как фурор катал в ММР. Да, я так и знал, что мою команду сейчас разнесут. Я пойду, всех поубиваю. Да, когда козырел. This game, ну... Да, игра довольно хреновенькая получилась у ребят. Мне их немножечко жаль. Но надеюсь, они не против, что я вот так вот всех разношу, как псов. А, братан. Бамс. 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 Рэмпич, раз. Ага. И я у мёртвой. Ну, зато я повесил рэмпич. Ещё могу так сделать. А, ладно, хотел сделать рвала, но, увы, у меня не вышло. ГГВП. А, вот такая вот у нас вышла карточка. БКБ, видно, рановато прожал немного во время врыва. Надо его, БКБшка, эвейдить. Ладно, блин, тихо, заткнись уже, фурор. Ух ты, мне дали какую-то палку на Дазла. Судя по... Да, на Дазла. Просто похоже, фиолетовенькая. А, БКБ надо вязать, когда вы видите, что у вас уже что-то летит. Хотел что-то кастовать, чтобы заявить скиллов побольше. Я его влетел, вязанул, как-то нехорошо вышло. Ну, в общем, что я могу сказать. Опять же, благодарю всех, кто подписался на канал, ребят. Будут видео по доте. Обязательно будут Black Desert. Через 9 дней старт закрытого бета-тестирования. Я забью на всё. Забью на ещё, забью на болезнь, на всё-всё-всё. Буду снимать как можно больше контента. Тем более он там продлится недолго. Расскажу вам как можно больше всего, что я нафармил, что я сделал в этой игре, что я там нашёл, научился и т.д. Доты буду снимать. Обязательно заходите в группу ВК. Там куча клоузов. Там турниры по кастомкам. Клоузы по кастомкам. Очень много в Доту 2 Реборн играем. Дотку тоже буду снимать. Я готовлю проект, который называется Теория Доты. Пока про него всегда найдется секречен. Но только вы знаете, я там буду делать очень хорошие гайды для профессиональных и полупрофессиональных игроков. Потому что я играю 10 лет Доту и был 4 года капитаном полупрофессиональной команды. И я имею более-менее никакой в этом опыт. Я сделаю очень хорошие подробные гайды. Скоро, ну, в общем, не буду много глагольствовать. Хотя я и так много глагольствую. У меня даже сервера кикнуло, пока я говорил. Вообще, привет. У меня очень много планов. Следите за моим канантом. Следите за моим каналом. Заходите в группу ВК. Надеюсь, вам будет нравиться смотреть мой контент. Ну, а с вами был Доминус Фурор. Подписывайтесь, оценивайте видео. Всем удачи и пока.